Доброе утро! Доброе утро! Я сейчас как раз, сейчас пока все собираются. Я уже начал рублика, не понял это открыть. Вот опаздываешь. Так, тихо его. Все, доброе утро, еще раз. Итак, Ева, тихо. Все. Доброе утро, я вернулся в Киев. И в Киеве сегодня вот час 10.03. И поэтому урок сейчас по киевскому времени, теперь будет в ближайшие две недели, будет по киевскому времени в 10.00. То есть, где вы находитесь, вот отмечайте, вот как сейчас 10.00 у меня на компьютере. Все, будем стараться в 10.00 начинать каждый, каждый день. Душа помощь. Хорошо. Значит, все, началось время, такое прям рабочее время, самый мой любимый месяц. Вот интересно, у каждого свои любимые месяцы. Я, например, не люблю месяцы праздник. Не то, что не люблю, я больше люблю месяц, когда нет праздника. Вот этот единственный месяц, Хешван, сейчас начался. Нету никаких праздников. Полностью рабочий месяц. И я очень люблю, когда вот знаешь точно, что можно работать. Смотрите, видите, кто что любит. Я люблю работать. Теперь, значит, поэтому у нас будут роти в 10.00. Я больше часа времени не буду в киеве. Вот в это время буду. А мы продолжаем изучать пятую главу. Пятую главу. И сегодня у нас мешна очень-очень важная. Очень важнейшая просто мешна, которая показывает... Она является комментарием на мешну в первой главе. Это очень интересно. Я теперь точно понял, что пятая глава – это разъяснение на первую. И вообще построение оперативодов идет вот так, что первая глава – это глобальные основы, такие прям глобализм, глобализм от первых поколений мудрецов, которые Мошера Бейну, люди Великого Собрания, Шимона Цадик. То есть такие прям основополагающие аксиомы такие. Потом идет вторая глава, она посвящена выбору. Третья глава посвящена... Посвящена третья глава, значит, как спастись от греха. Хананья Бен, начал ее... Акавья Бен Мелалель. Четвертая глава. Четвертая глава уже она уходит в нюансы, такое разъяснение. Пятая глава, она еще больше разъяснение, детальное первой главы и тех идей, которые были в ней даны. И вот сегодня у нас мешна, она разъясняет... Помните, была мешна Елель. Елель сказал... Абути Талмидавши ле Арон. Будьте как учените Арон. Оэв шалом, родев шалом, оэв этабриот, вамикарван ле Тора. Значит, что нужно быть как учените Арон. А в этой главе, в пятой, сейчас говорится о том, что нужно быть как учените Авраама, Авраама Вина. То есть Авраама Вина, он был раньше, чем Авраама. Но вот здесь даются как раз три характеристики, которые помогают человеку. Я читал такой комментарий, что эти три характеристики, они улучшают его внутренний мир. То есть это те характеристики, которые внутри, в нем работая, то есть он может даже действия никакие не производить. Эти три характеристики не касаются действия. Но эти три характеристики кардинально улучшают его жизнь и дают ему и этот мир, и мир грядущий. Это очень интересно. Значит, говорится так, что... Главное, еще надо помнить, что предыдущая была мишна, а тех, кто Мизакей Тарабим, тот, кто дает сход, дает заслугу многим, обучает Торе, приводит к Богу и так далее, грех не придет через его руку. Это как раз Авраама Вину, это было его главное качество. Он хотел прямо весь мир вернуть к Богу, объяснить, что есть Бог, он ходил с места на место и так далее. Сейчас как раз глава началась, где Бог ему сказал, лех леха, иди себе, ми арцеха, из земли твоей, ми молотеха, из города твоего, из дома отца твоего. И вот Авраама Вину, значит, в этой недельной главе вышел из своего города. А мишна, которую мы изучаем, она у нас, знаете, какая по счету? Девятнадцатая. Звучит она так. Каждый, что есть в его руке, три вот этих вещи. Миталмедавшель Авраама Вину. Он из учеников Авраама Вину. Что же это три вещи такие? Можете сразу отмечать, делать тестирование на себя, эти три вещи как бы прикладывать. Вашлушадварим Ахерим. А есть еще три другие вещи. Три другие вещи. Миталмедавшель Беля Мараша. Тогда понятно, что этот из учеников Беля Мараша был такой злодей, Беля мы его звали. Он был пророк по уровню, как Машера Бейну. Но при этом он был злодей-злодей. И его, значит, он, его нанял царь Муава. Проклять еврейский народ. Он пошел проклять. У него не получилось. И, значит, потом он дал совет, как уничтожить еврейский народ. То есть нужно их совратить, чтобы они начали заниматься развратом и служить идолам. И тогда Бог от них отвернется. И тогда можно будет их взять голыми руками. Это был его совет. И эти медионитяне, они начали это делать. Но вмешался Пинхас. Кстати, он внук был Аарона. И хотя написано «Люби шалом», то в его случае он убил этого главного, который это делал, Зимри. Ему Бог дал знак шалома. Так иногда мир, шалом, это кого-то убить. Представляете? То есть как оно так закручено, интересно. В общем, если есть три эти вещи, другие, то это человек из учеников Беляма, злодея. Теперь какие-то три вещи ученики Авраама, Ави, ну, праотца Авраама, а какие три вещи ученики Беляма, злодея? Первые три вещи, значит, идут по Аврааму. Первая вещь Айн Това. Айн Това. Значит, помните, нам еще тоже советовал хороший глаз во второй главе. Это Рабий Лазар бен Урканас. Он советовал эти три вещи, которые вообще важны, чтобы по какому пути можно приблизиться к Богу. Сейчас мы разберем каждую из них. Айн Това – это хороший глаз. Учеников Авраама хороший, добрый глаз. Веруах Немуха. И дух у них низкий. Сейчас мы узнаем, что такое низкий дух. Венефеш Шфала. И душа у них приниженная такая. Шфала – это прибитая такая чуть-чуть, приниженная. Значит, у них глаз добрый, дух у них низкий. И Нефеш – это животная душа. Она Шфала приниженная. И такие, у кого есть третье качество, они из учеников Авраама Авину. Если наоборот, Айн Ра – злой глаз, плохой, злой глаз. Руах Глуа – дух высокий. Венефеш Рахава. И вот эта животная душа широкая. Митал Медав Шель Беляма Раша. Такой из учеников Беляма этого злодея. Значит, а что между ними, между этими учениками Авраама Авину и учениками Беляма – злодея? Значит, а между ними следующее. Ученики Авраама Авину – ухлимба уламазе. Они кушают в этом мире. Венухалимба уламаба. И они унаследуют грядущий мир. Значит, как сказано в Мишле Леанхиль, а вы еш, которые унаследуют любящие, ну, еш это то, что есть. Ва стратегем Амале. И, значит, их склады я наполнил. А валь Талмедав Шель Беляма Раша, Йоршим Гейном. Они унаследуют Гейном. И спускаются они в могилу, как сказано в Таилиме, что ты, Бог Всесильный, опустишь их в яму, которая уничтожающая. Что люди крови и обмана, они не удлинят свои дни в Ани и в Тагбах. А я говорил, царь Давид, я в тебя буду полагаться. Все, давайте разбираться теперь. Значит, у нас есть три качества, которые определяют учеников Авраама Авину. Есть три качества, которые определяют учеников Беляма, злодея Беляма. Пророк был такой, злодей Белям. И обещание, что те, кто ученики Авраама Авину, им будет хорошо в этом мире, и унаследуют они мир грядущий. А те, которые ученики Беляма Раша, им будет плохо в этом мире, и они попадут в ад. Теперь, что это за три таких качества? Значит, первое качество Айн Това, хороший глаз или плохой глаз. Что это за хороший или плохой глаз? Здесь как раз речь идет о позитивном мышлении или о негативном мышлении. Оптимисты, пессимисты. Значит, хороший глаз, добрый глаз – это оптимисты, которые на все смотрят позитивно. Они как бы все поворачивают и все интерпретируют в позитивную сторону. То есть это Абеляма, наоборот, они все интерпретируют в негативную сторону. Теперь мы живем в мире, который очень неоднозначный. То есть реальность, реальность как таковая, она пролетает мимо нас, потому что она длится секунду. Все остальное – это или ожидания от будущего. И мозг, он все время живет в ожиданиях. А где он берет эти ожидания? Он их берет в прошлом. То есть мозг человека, в принципе, выполняет постоянно, нон-стоп, одну и ту же задачу. Он на базе того, что было раньше, ожидает того, что будет дальше. Все. Вот это вот его основная безостановочная задача. Теперь, если у человека добрый глаз, то он оценивает все, что было с ним в прошлом, как опыт, как любовь Всевышнего, который пришел его научить, помочь, дать осознать и так далее. И он ожидает от Всевышнего только хорошего, от Бога. Он ожидает хороший рай от него, хороший лама-ба. Он ожидает от него только хорошее. Естественно, что если человек живет в позитивных ожиданиях от будущего, то его настоящее наполнено радостью. Это как бы понятно, очевидно и четко работает, что люди позитивные, они с радостью смотрят в будущее, и у них настоящее, поэтому хорошее. Люди негативные, со злым глазом, которые, как ученики Беляма этого Роша, они смотрят в будущее негативно, поэтому у них настоящее негативно, поэтому им сегодня плохо. Теперь, а что из этого следует? Из этого следует очень простой вывод. Например, человек верит в Бога и верит, что у него будет рай, и верит, что у него будет грядущий мир. Он верующий, то есть он как бы с Богом в хороших отношениях. И он поэтому должен все время радоваться. Есть известная история, как жило рядом два соседа, один был бедный, один богатый. Богатый он был все время недоволен, беспокоился, что будет с имуществом, как, что, все время у него были еще хочется и так далее. А бедный был бедный, бедный вообще у него, ну не о чем даже было беспокоиться, и он каждой мелочи радовался, которая к нему приходила. Но жизнь у него была очень тяжелая. И вот однажды, однажды, значит, такая у бедного этого радость в доме вообще, песни пляски вообще до утра. Этот богатый думает, ну я уже выяснил, ну что же ему так он радуется. Приходит к нему, говорит, чего ты радуешься? Он говорит, я радуюсь, мы выиграли в лотерею билеты в Америку, грин карту. Ну то есть мы, значит, через год уезжаем в Америку. Тот ему говорит, так подожди секунду, ну а это же через год, а чего ты сейчас радуешься? У тебя же сейчас-то ничего в жизни не поменялось. У тебя же сейчас ничего как не было, так и нет. Он говорит, послушай, ну если я знаю, что через год мы поедем в Америку, что у нас через год, значит, мы сядем на пароход и поедем в самую замечательную страну, это была сто лет назад история, ее рассказывал Хафицхайя. Значит, то почему мне сейчас не радоваться? Я уже сейчас радуюсь тому, что будет. И он рассказывал эту историю как пример, что человек верующий, который верит, что у него есть улама-ба, грядущий мир, рай, он должен сейчас уже радоваться. А если ты сейчас не радуешься, значит, ты неверующий. Так он объяснял. И он поэтому, у него был у Хафицхама специальный костюм встречать Машеха, и он все время вглядывался в дорогу, и когда шум на улице был, он выбегал и кричал, что Машех уже пришел? Что он радовался, он все время ждал Машеха. Это первое качество, которое разница, да? Одни, это добрый глаз, смотрят на все через позитивную интерпретацию, включая на будущее. То есть они живут в истории со счастливым концом, что у них будет рай и грядущий мир. А другие живут в истории с далеким негативным концом, ученики Беляма, и они сегодня все, что к ним приходит в жизнь, они интерпретируют негативно. Теперь дальше, вторая разница. У учеников Авраама, у них руах немуха, низкий такой дух, а у этих руах два. Что такое руах? Руах — это дух. Дух — это высокомерие, дух — это амбиции, дух — это ожидание, как люди должны относиться к тебе, и вот это все дух человека — руах. Теперь, значит, если у учеников Авраама руах немуха, он ни от кого ничего не ждет вообще, у него нет амбиций, он живет при этом, зная, что все будет хорошо, но живет маленькими такими шажками, двигаясь от цели к цели, не загадывая себе никаких сверхзадач, а он двигается в спокойненьком таком режиме, и он абсолютно не ожидает в себе никаких там почестей и, и, как сказать, никаких почестей. Значит, что мы имеем в этом случае? Такой человек у него все время, то есть у него есть позитивные ожидания от будущего, и очень маленькие такие шажки, в которых он все время преуспевает. И он ничего не ждет ни от других людей, потому что, а чего ему ждать от других людей? Он надеется только на себя и на Всевышнего, и он знает, что Всевышнему все приведет в нужный срок, когда надо. Понятное дело, что он все время радостный, и у него нет ни на кого обид. Теперь ученики Беляма, они наоборот, у них руах-гуа, все только значит должно быть там сверхцели, сверхзадачи, я герой, если мне кто-то на меня по-другому не так посмотрел, все, обида, война там и так далее. Понятное дело, что люди высокомерные, они все время друг с другом ссорятся, они все время обижаются, они все время в конфликте друг с другом. И, значит, вот я, например, если встречаю какого-нибудь высокомерного такого, который блатует, да, я знаю точно, что ему рога обломают, вот такой же, как он. Я с ним не хочу вступать в конфликты, потому что я точно из личного опыта, из исторического знаю, что люди, которые блатные, они обязательно потом натыкаются на такого, как Дональд Трамп, или там, ну, кто-то, кто влез уже на вершину вот этой вот пирамиды власти, и он им прямо моментально рога обламывает, да. И сами же они все время друг с другом в войне. Это дух низкий или дух высокий. Лучше быть очень скромным, простым, значит, и идти маленькими шажками. Теперь третье. Нефеш, рахава у учеников Беляама. Значит, Нефеш — это животная душа, широкая у учеников Беляама, и шфала низкая у учеников Авраама. Это касается, Нефеш — это животная душа, это таавод, потребности и вожделения, именно физического свойства. Значит, удовольствие — это хорошая тема, но если человек гонится постоянно за удовольствиями, то у него все вот эти вот рецепторы удовольствия очень быстро привыкают. То есть и уровень удовольствия, который ты получаешь ежедневно, если ты к нему привыкаешь, тебе нужно больше, 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 а больше не получается. Поэтому в Талмуде написано, что жизнь из нежного человека — это ад. То есть как только ты загнал себя на уровень привычного высокого уровня жизни, сразу же считаешь, что жизнь твоя, она превращается в ад. Потому что человек, который привык мыться только горячей водой, любое отсутствие горячей воды для него страдания и проблема. Человек, который привык мыться холодной водой, у него присутствие любой горячей воды — это кайф. То есть чем ниже ты загоняешь уровень своих вожделений, тем проще тебе жить и тем более твоя жизнь наполнена удовольствием. Потому что те люди, которые голодают, например, всю неделю, для них там любая вкусная еда в шаббат — это взрыв вообще эмоций. А те, которые каждый день кушают в ресторане, для них шаббат, он и является... Ну что-то еще, чем удивиться, да? Ничем. Те люди, которые живут постоянно в удовольствиях, они потом доходят обязательно до наркотиков, до каких-то... Ну они уже не знают, как себя удивить, а удовольствия хочется. И это то, что имел в виду Тана, который говорил, мудрец, который говорил, что у учеников Авраама у них нефеш швела, то есть они довольствуются малым, как мы учили про Тору, что воду пей, хлеб ешь, на земле спи, жизнью страданий живи, если ты делаешь так, ашреха вытовлыха, если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Человек, который довольствуется малым, именно на уровне физическом удовольствии, ему незачем гнаться, он знает, что он в любой ситуации он будет себя хорошо чувствовать. У меня есть один знакомый, Игорь, Сифутуник его зовут, да? Вот он очень часто, он любит, он на полу поспать, хотя он достаточно обеспеченный, то есть он все время себя вводит вот в эти вот такие элементы страдания для того, чтобы именно чувствовать радость от жизни, которую он имеет. То есть и это очень, очень правильно, я считаю, периодически устраивать себе вот такие вот военные лагеря для того, чтобы потом вернуться в свою жизнь обычную и сказать, господи, да это же вообще счастье, да какое горячая вода, свет, электричество. Я помню, что, сейчас, загонять себя в лагеря, у меня была какая-то мысль вот такая, а, это известная же история, как один человек пришел к Равину, и он жаловался, и жаловался на жизнь. И он говорит, у меня жена, дети, жилищные условия очень плохие, одна комната, одна кухня, живем вообще, теснимся, вообще просто ужас, ад. Равин ему говорит, хорошо, говорит, я тебе дам совет, возьми корову, есть у тебя корова, заведи ее себе в комнату, в квартиру, пусть с вами поживет. Он говорит, Рэб, что за совет? Он говорит, заведи. Он завел корову, приходит через день, говорит, это ад вообще, это ужас, еще хуже стало. Он говорит, а куры есть? Он говорит, есть. Заведи курей еще, пусть с вами поживут денек. Значит, он заводит всех куриц с дом, еще курицы в доме, дети рыдают, жена, в общем, вообще полный балаган. Теперь он на третий день к крови прибегает, говорит, Рэб, что-то вы не тебе советы даете. Он говорит, теперь корову и курицу бери. Он выводит корову и куриц, возвращается домой, ну, нет коровы, нет куриц, только дети и жена. Он к крабу приходит, говорит, вы знаете, вообще действительно рай, вообще так хорошо, вот вообще без коровы, без курицы идеально. Теперь, еще раз, все относительно, если мы соединим эти три качества, значит, первое качество, какое? Айн Тува, хороший глаз. Второе качество, Ру Ахны Муха, не хвататься за большие сверхзадачи, не хвататься за какие-то прямо, меня должны уважать, я должен быть самый крутой, не загонять себя в уровень, что вот мне нужно только там, вот такая еда, вот такое питье, вот такая одежда. То есть, идти по уровню, если ты сам себе ставишь вот эти вот три вещи на уровень, как у учеников Авраама, будет у тебя и этот мир в удовольствие, и грядущий мир будет в... будет, потому что ты тогда будешь спокойно выполнять заповеди Всевышнего и не будешь волноваться. Все. И, значит, дальше я не буду разбирать, потому что и из притчи, и из псалмов просто приведено доказательство того, что то, что сказал мудрец, это так. То есть, он сказал, что надо три качества себе развивать, и три качества себе убирать, а привел доказательства из царя Соломона, из псалмова, из письменной Торы, где об этом говорится. Все, дорогие друзья, значит, давайте сделаем свои выводы, давайте сделаем свои выводы. Хороший глаз, оптимизм, позитивное мышление, все интерпретировать как позитив. Все хорошо будет, ожидать от будущего только хорошего. Это вырабатывает гормон удовольствия дофамин. Вот ученые сегодня знают, что больше всего дофамин, вот этот гормон удовольствия, вырабатывается, когда у человека есть позитивное ожидание от будущего. При этом, второе сразу дает нам, вот насколько Тора мудрее, чем психология, сразу нам дается рецепт, как потом, чтобы не было разочарования. То есть, у тебя есть огромные, позитивные ожидания от будущего, но идешь ты к нему, руах на муха, маленькими шагами, по чуть-чуть, каждый день по чуть-чуть, у тебя все получается, не скакать сильно. И третье, это нефешфела, то есть, при этом ты не раскачиваешь свои вожделения, а наоборот, тело свое тренируешь, как аскетизм. Ты аскет, тогда у тебя много сил и возможностей. Все, вот это вот у нас тренировочные задания. Значит, напишите, пожалуйста, свои выводы, потому что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. И тот, кто второе у нас было, тот, кто учит для того, чтобы обучать и для того, чтобы делать, тому с неба будут помогать. Поэтому, напишите три вывода, повторите их, потом поделитесь ими, и тогда вот эта вот мишна зайдет к вам в сердце, мудрецы так называли, подсознание, и она внутри у вас начнет прямо постоянно вырабатывать вот этот вот свет Торы, который вам поможет принимать правильные решения и даст вам и рай, и грядущий мир, и вообще все хорошее и в этом мире тоже. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok